Всем привет! С вами Рафаэль Андреал и в этом видео вы увидите филиппинский вечный двигатель. Как изобретение за гранью фантастики становится реальностью. И уже сейчас подобные технологии с каждым днём всё чаще и чаще попадают в общественность или выкладываются на ютубе. Листая просторы интернета я увидел одно интересное видео, где канал про фермерство рассказывает о мужичке, который в Филиппинах изобрёл вечный двигатель и пользуется этим на полную катушку. Я думаю, что подобного вы нигде не видели, друзья, потому что это новое свежее видео буквально вышло неделю назад и оно уже успело набрать более полтора миллиона просмотров. Это говорит о том, что популярность подобных технологий просто зашкаливает. И во все времена всем было интересно, что же такое вечный двигатель, как его собрать и как он работает. В этом видео вы увидите, как изобретатель рассказывает, даёт интервью и показывает свои вечные двигатели. Но этот изобретатель, друзья, оказался не настолько прост. Он сделал несколько подобных генераторов. Дальше он покажет, как запитывать чуть ли не машину от этого генератора. Ну что, друзья, приятного просмотра. Обязательно делитесь этим видео, чтобы как можно больше людей узнало, что подобные технологии существуют. Также, друзья, обязательно скачивайте видео, чтобы, если вдруг его удалят, у нас были исходники. Ладно, приятного просмотра. Мы начинаем. Всем привет, друзья, с вами Рафаэль Андреэл. И сегодня мы продолжаем изучать вечные двигатели и БТК-генераторы. Сегодня видео, ребята, весьма непростое, потому что Ройс на просторах интернета, ища свежие генераторы и запрещенные технологии, я наткнулся на одно видео, где у мужичка, достаточно пожилого возраста, берут интервью. И он рассказывает о том, как он занимается своим фермерским хозяйством. При этом вся техника, которую он использует, как я понял, она бестопливная. То есть она не использует топливо, уголь, масло, нефть, ничего подобного. И не использует аккумуляторы. Дальше видео вы посмотрите, вы все прекрасно увидите. Потому что он просто сделал машины, которые ездят без топлива. Он просто выкинул оттуда содержимое подкапотного пространства. Понимаете? Продолжение следует... то есть просто тачка ездит теперь без топлива потом у него какие-то маленькие установки этих генераторов стоят то есть он собрал какую-то я не знаю установку тесла или что это вообще такое потому что я пока еще до конца не посмотрел это скажем так знаете видео чтобы поделиться чтобы вы могли сейчас скачать это видео и скачать оригинал обязательно потому что его могут просто очень быстро удалить элиас дэлос сантос филиппинский изобретатель друзья именно так его зовут на него даже есть ссылка именно на его email и этот человек черт подери дедок можно так сказать сделал btg генератор друзья и если к нему приехали такие серьезные люди потому что те кто к нему приехали это люди которые снимают знаете вот есть любители фермеры да и есть такие же блогеры которые снимают например про фермеров и они именно достаточно популярны у них там много подписчиков почти там под миллион и они ездят снимают разных интересных фермеров и никаких ну то есть никакие фейки им смысла просто делать нету вы сами поймите и тут они приезжают в детку который ведь я фермер у меня есть вечный двигатель и причем даже не один вы понимаете вот сейчас мы будем смотреть это видео вы скорее всего сейчас уже внизу наблюдайте как он рассказывает и я попытаюсь вот эти моменты вам нарезать где прямо видно все эти устройства максимально там даже две части видео есть по по 40 по 20 минут вы представляете себе посвятить этому человеку столько времени если это был бы просто фейк вы сами подумайте а сейчас друзья вы могли наблюдать просто невозможное автомобиль о котором мы только что говорили да где мы увидели что оттуда просто выкинули двигатель взяли и просто выкинули двигатель эта машина прямо сейчас работает я думал что вся установка в подкапотном пространстве сама да но мы что наблюдаем там стоит асинхронный мотор еще какие-то там генераторы еще что-то и кондиционер и все но когда он подошел к багажнику вот там то мы и видим эту установку то есть машина у него уже переделана под автономку когда он там вот в гараже камера вниз показывает да мы видим коробку передач валяющиеся и глушитель человек тачку себе переделал на бтг генератор вы представляете себе вот такого я еще не видел чтобы в современном мире люди ездили на вот таких генераторах потому что это раньше было такое да что в америке подобная установка уже была но потом изобретателя запугали то ли убили то ли что-то с ним произошло и все исчезло здесь же мы наблюдаем прямо воочию огромный часовой ролик где просто человек показывает говорит вот моя машина ездить на вечном двигателе там нету тупо батареек даже у него стоит сзади коробочка которая генерирует всю эту энергию просто из ничего без аккумуляторов без топлива без батарей сейчас я попробую посмотреть попереводить максимально что там рассказывается если вообще это удастся если не удастся то вы в следующей части увидите более подробно как это все работает но я буду стараться конечно уложиться в одно видео ладно я приступаю к переводу если что-то будет я уже добавлю от себя ладно на этом все ставьте лайки подписывайтесь на канал обязательно подкидывайте подобные видео если вы где-то случайно увидели изобретателя или какую-то установку или просто знаете малейшую какую-то странную вещь физики что-то зафиксировали обязательно пишите в комментарии снимайте видео лучше всего снимайте видео отправляйте мне потому что так будет лучше достучаться ладно увидимся смотрите ребят распространяйте обязательно все пока пока паркс на и наличь и наличь на это пай макина не трансмиссион дули дала часа кинам это я поняла там бутылева я это и макина не трансмиссион дала часа кинам это и макина не трансмиссион дала часа кинам это и А, окей, потому что у них нету обычных партнеров, которые они находятся в регистрации. Eventually. Потому что, на самом деле, мы неизвестимы к нам, мы неизвестимы от Департнеров, и потом, мы неизвестимы, мы неизвестимы к ДОА. Продолжение следует... Продолжение следует...